здравствуйте это подкаст который мы назвали под парашютом как видите мы буквально под ним сидим и парим летим расширяем свой кругозор наполняясь воздухом наполняясь новыми чувствами наполняясь знаниями под безопасным парашютом экспертных знаний наших приглашенных гостей сегодня мы говорим о расстройствах аутистического спектра с учеными и практиками казанского федерального университета ирина александровна нигматульна сидит слева по левую руку от меня ирина александровна кандидат педагогических наук доцент заведующая научно-исследовательской лабораторией комплексное сопровождение детей с раз казанского федерального университета по правую руку от меня сидит яна олеговна мухаммедшина доктор медицинских наук доцент ведущий научный сотрудник института фундаментальной медицины и биологии казанского федерального университета то есть мы сегодня пригласили в гости сотрудников нашего любимого казанского федерального университета с чего же мы начнем почему во первых вот я как человек далекий от медицины и далекий уже к сожалению далекий от педагогики мне интересно почему раньше использовали слово аутизм сейчас используют раз кто будет отвечать аутизм он рассматривается как группа психических расстройств и началось все это с 1943 года когда лео каннер впервые предложил в своем выступлении своем исследовании термин ранний детский аутизм и он предложил тогда выделить это в отдельные заболевания поскольку это отдельная группа отличающиеся у которой есть свои особенности отличается она расстройством общения социального взаимодействия да и конечно же нарушение поведения а вот в 1979 году лорно уинг тоже исследователь ученый она предложила рассматривать не а как не аутизм не как ей отдельную единицу а как вот именно расстройство аутистического спектра как такой вот спектр да представлены различными нарушениями это гетерогенная группа нарушений и она выделила триаду это тоже нарушение социального взаимодействия нарушение коммуникации и нарушение воображения у этих людей и вот с точки зрения наверное медицины я над легом у меня тут может поправить с точки зрения медицины скорее всего аутизм больше подходит а вот с точки зрения педагогического подхода нам как педагогам которые работают первую очередь с появлением симптомов и по преодолению этих симптомов расстройства аутистического спектра они ближе почему в отдельное вообще нарушение на выделили поскольку это все-таки пожизненное вот эти вот особенности эти нарушения они носят пожизненный характер и говорить о том что сейчас у меня ребенок с расстройством аутистического спектра например а я отдам хороший коррекционный детский сад или хорошему специалисту и потом мы пойдем мы будем нейротипичными да человек с расстройством аутистического спектра он всегда будет с расстройством аутистического спектра мы лишь помогаем этому человеку не то что приспособиться а научиться жить в нашем мире своими особенностями расстройство аутистического спектра действительно это более обширный термин то есть я думаю психиатры особенно наши российские они больше степени склонны говорить о том что существует конституциональный аутизм до определение которого вот еще дал лео камер получается да детский аутизм и дал как характеристику данного заболевания а вот расстройство аутистического спектра получается иногда говорят об аутоподобном поведении вот эта симптоматика она может возникать вторично ну например если мы возьмем задержку психического развития да она зачастую будет приводить к аутоподобному поведению если мы можем рассмотреть какие-то наследственные генетические заболевания действительно они зачастую сопровождаются аутоподобным поведением или же какие-то органические поражения нервной системы они также способны приводить дополнительно к симптоматике вот аутоподобного поведения вот вот я бы вот так чуть-чуть немножко бы разграничила и в этой связи как раз таки тоже если поговорить об этом и возможно будут такие вопросы забегая вперед по поводу эпидемиологии заболевания то есть причины возникновения и стать статистики по поводу распространенности заболевания якобы она растет да 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 если тоже вот на эту тему поговорить то я думаю большинство наших российских специалистов скажет о том что вот как раз таки тот аутизм которым шла речь изначально по которым дана была эта терминология рост самого аутизма наверное возможно не происходит возможно кто-то скажет что он совсем незначительный да но я думаю большинство врачей и неврологов и педиатров и всех других специалистов которые в той или иной степени взаимодействует с детьми и в том числе педагогов они я думаю меня поддержат и скажут что все-таки количество 10 детей с нарушением развития до с нарушением психического развития количество этих детей становится больше действительно их больше видят в стационарах неврологических их больше встречают педиатры вот и поэтому я здесь абсолютно согласна с ириной александровны что в контексте педагогики они должны рассматривать всех детей всех детей которые попадают под данную терминологию то есть ребенок с расстройством аутистического спектра неважно чем это было вызвано каком-то какой-то органической патологии каким-то генетическим до заболеванием неважно каждому за это из этих детей нужно помочь и педагогические подходы могут это сделать не нужно акцентировать внимание на вот такие вот аспекты что это аутизм не аутизм ой да вот вы делаете инвалидность но у вас не аутизм вас просто аутоподобное поведение пожалуйста успокойтесь на эту тему у нас же сегодня такой разговор абсолютно спокойной обстановке я хотел сказать что не надо на этом акцентировать внимание каждый ребенок независимости того вот это аутоподобное поведение она вызвана аутизмом или она вторично я считаю что каждому ребенку нужно оказать помощь соответственно они должны быть в нашем наблюдении мы проводили несколько лет назад исследования среди врачей наших не только татарстанского татарстана и других регионов и да действительно несколько лет назад еще знаний у врачей касаемых аутизма расстройство аутистического поведения было недостаточно действительно но опять-таки повторюсь что за последние годы уровень стал значительно выше и и родительское сообщество в том числе может это подтвердить сказать что все-таки врачи стали быть более осведомленными безусловно и уже принятие наверное произошло конечно может быть еще какие-то отдельные случаи есть недопонимание со стороны врачей но все-таки тот врач который понял принял он готов работать с такими детьми хотя это очень трудно что касается родительского сообщества в принципе да людей то за счет того что за последние годы достаточно активно развивается вот это направление некоммерческих организаций и родить родители все вместе объединяются создают родительские сообщества то конечно осведомленность по данной проблеме проблеме аутизма она становится выше вот я бы даже сказал так что зачастую родители в семье которых появляется ребенок с расстройством мистического спектра они зачастую сами видят первые признаки вот ирина сана наверно скажет по поводу педагогов вот я бы еще хотела добавить по поводу диагностики да по поводу статистики статистических данных я полностью согласна с яна олегами но это одна сторона вопроса а вторая сторона вопроса я четко это вижу и понимаю это гипердиагностика действительно сейчас осведомленность об этом нарушением больше специалисты родители знают об этом больше и знают вот эти красные флажки так называемые да тоже яснее четче и в связи с этим многие педагоги уже владеют диагностиками которые могут сказать подтвердить что более 80 процентов что да у ребенка расстройство аутистического спектра или нет это скорее всего другое раньше это было мало доступно поскольку в основном это зарубежные диагностики они были они не переводимы были и мы не имели доступ к ним сейчас это все более и более распространено и кроме того есть опросники которые предназначены специально для родителей и родители уже в раннем возрасте ребенка могут пройти этот опросник ну вот например мчат всем известные дал чем хорош там есть вопрос этих вопросов достаточно мало и там есть пример ну например наружку смотрит ли ребенок вам в глаза или тянется за игрушкой что значит тянется за игрушкой то ли он сам руку протягивает пальчиком показывает то ли он берет мамину руку и маминой рукой показывает и там вот такие примеры приведены и родители уже четко отвечают на этот вопрос ориентируясь например то есть вот призываю родителей если у вас есть сомнений и вдруг вы что-то замечаете первые признаки какие-то у ребенка воспользуйтесь этим опросником он свободном доступе в интернете набираете им чат этот опросник выходит и буквально за 5-10 минут вы его пройдете и сразу получите ответ а вот вы сказали 80 процентов педагогов более 80 это специальные педагоги или вообще педагоги я имела ввиду 80 процентов точности а точность диагностики а это все учителя могут как бы освоить эту методику или или у них как это сказать закреплено они обязаны и изучить или они есть вот пожеланию могут могут изучать может могут не изучать если человек учитель работает в обычной школе но видят что с ребенком с ребенком что-то вот мы никого заставить не можем добровольно никого не можем заставить добровольно но мы проводим курсы повышения квалификации курсы профессиональной переподготовки будущим педагогам даем лекции на эту тему и проводим практические занятия где мы знакомим с этим инструментарием а уже педагоги сами решают на самом деле это очень острый вопрос когда педагоги видят занимаясь с ребенком что да у него есть вот эти вот нарушения а родители не принимают говорят нет у нас все хорошо при том что они действительно есть при том что они действительно есть да и педагоги это ничем не могут доказать а вот интересно хорошо у родителей в этой ситуации может наступить какая-то ответственность но они по сути дела оставляют если говорят юридическим языком есть какая-то статья оставление беспомощности они же но игнорируют сложности или какие-то проблемы которые я думаю таких детей и таких случаев все таки единицы в основном это единицы да конечно реагируют безусловно у родителей есть определенный период так называемый период принятия у всех он разный у кого-то месяц у кого-то полгода у кого-то два-три года то есть родители понимают что что-то не так но ему нужно требуется время для того чтобы самому принять эту ситуацию вот зачастую к сожалению в этот момент ребенок как раз таки страдает от того что ему не хватает от этой дополнительной помощи в виде специальных образовательных программ а потом уже родитель понимает что время возможно было утрачено зря а вот как раз по поводу времени утраченного зря сразу два вопроса кому-то из вас не знаю первый это все-таки признаки по которым можно понять что что-то что-то вызывает мое опасение да что-то меня беспокоит в поведении ребенка и второе действительно ли это так что здесь время может быть упущено безвозвратно ну вот как я не знаю может я первую часть да да хорошо но я думаю начну вот самого да какого основного я бы просто вот хотела дать какие-то советы родителям на что они должны обратить внимание первое чтобы я хотела сказать что безусловно все наши родители хорошие и мы всегда при рождении ребенка заботимся о нем иногда бывают случаи иногда так бывают жизненные обстоятельства складывать что мы какие-то моменты можем упускать не видеть да безусловно мы всегда следим когда ребенок начал держать голову когда он сел когда он стал это вот основные такие вещи которых помнят все родители которые следят записывают в календарике когда ребенок сел когда он стал первый раз и сходил на горшочек вот но есть еще определенные периоды психического развития ребенка на которые нужно обращать внимание и вот чисто такой практический подход я считаю это и всем родителям советую когда у вас рождается ребенок знакомьтесь с кем-нибудь в своем дворе с другими родителями которые также имеют малыша желательно вот вашего возраста да в разница с разницей несколько месяцев так зачастую эти бывает когда мамочки рождают ребенка они выходят на улицу во дворе знакомиться с другими родителями вместе иногда гуляют и постепенно их дети можно сказать в параллели растут еще однагошочниками называли раньше да и вот в этот момент как раз таки период роста особенно наверное после года я бы сказала очень хорошо обращать не просто разговаривать с мамой о чем-то пространственным но еще параллельно замечать смотреть а как развивается вот другой ребенок здесь конечно сразу скажу о том что безусловно каждый ребенок индивидуальный всех под одну планку ставить не нужно но все же вот я говорю что основные такие этапы нервно-психического развития они у всех детей должны быть одинаковы правильно и вот по своему опыту скажу что вот именно в этот момент особенно после года если все-таки у вашего ребенка появляется вот это аутоподобное поведение можно найти вот эти вот первые сигналы того что вот ваш ребенок отличается от другого ну например я когда гуляла со своим малышом я обращала внимание у нас был во дворе другой ребенок тоже мальчик и месяца на три старше и вот кстати и желательно вот я так думаю возможно кто-то не согласится желательно конечно общаться чтобы дети были одного пола мальчик с мальчиком девочка девочка потому что вот мой опыт показывает что мальчики и девочки друг от друга очень отличаются просто в разы и в эмоциональном плане и поведенческом плане согласно да 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 вот и я наблюдала такую картину что вот мальчик наш сосед он уже после года достаточно активно взаимодействовал каким образом у него был указательный жест мальчик гулял на улице и все что ему было интересно он своим пальчиком показывал он подходил двери показывал на дверь своим пальчиком да подходил каким-то другим объектом его интересующим и вот это все было вот у моего ребенка к сожалению этого не было какие еще моменты можно обратить внимание ну это непосредственно само взаимодействие детей между собой безусловно некоторые дети особенно в первые первые периоды да то есть год-два у них нет еще такого чувства да наверное коллективного то есть но всю в любом случае ребенок и должен обращать внимание на других детей в той или иной степени потом на что еще можно обратить внимание вот если вот я сейчас тоже наблюдаю уже за своей младшей младшим своим ребенком девочкой нормотипичной и как они играют на площадке с другими детьми они вот возле карусельки поиграли вместе вместе покатались дружно потом вместе же дружно побежали на горку там порезвились потом побежали вместе песочница то есть один ребенок например инициирует переход от одного места другом и другие дети его подхватывают и вот так вот они по всей площадке играют и взаимодействуют банда такая маленькая по площадке а вот таким же образом я уже будучи имея какой-то определенный опыт однажды вышла на на площадку и заметила одного мальчика года ему было три все дети вот так по площадке мигрировали и как-то немножко неопределенные небольшие группы создавали а этот мальчик он находился исключительно только на карусели то есть проявлялись определенные стереотипии то есть отсутствие желания чего-то нового то есть мальчик постоянно крутился на карусели не обращая внимания на какие-то другие объекты как живые так и неживые и причем чаще всего использовалась одна и та же поза то есть вот нормотипичные дети даже вот если вы заметите они когда качаются на карусели они на стульчике посидят встанут сбоку на карусель прицепятся покатаются да 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 а здесь это вот принятие одной позы и определенная стереотипия в виде постоянного кручения на карусели вот я в тот момент немножко может быть не как-то так взяла себя в руки и тихонечко подошла к маме и обратила внимание на такую особенность ее ребенка на что мама повернулась ко мне и вот с такими просто глазами с удивлением на меня посмотрела и сказала да действительно мы приехали на реабилитацию у нас расстройство аутистического спектра то есть она уже в курсе да 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 а я ну я почему то посчитала что вот я должна тихонечко подойти и сказать а вдруг бы они еще не начали да работу вот собственно она важна и собственно тут можно перейти к Ирине Сандровне и сказать почему же важна да да вот этот первый я вот еще хочу добавить к словам Яна Олеговна Яна Олеговна уже говорила о более позднем да в возрасте когда у ребенка указательный жест а ведь есть еще признаки еще раньше например когда у ребенка формируется взгляд глаза в глаза то есть вот мама наклоняется к кроватке а ребенок должен быть поймать ее поймать поймать ее порадоваться да комплекс оживления ножками ручками зашевелить что-то там рассказывайте я не могу вообще глаза загорятся у него улыбка появится да а вот обычно этого уже не наблюдается или вот такое вот ну как не ярко выраженное смажено немножко да или например берем яркую погремушку да начинаем водить а ребенок не следит за погремушкой или например мы ребеночка взяли на руки а ему и он начинает например плакать да ему комфортнее на кроватке полежать мама удивляется как так или например мама взяла на руки говорит папа пришел где папа ребенок у которого развитие в норме он же повернется это же папа а мама еще в течение всего дня папу ждет и говорит скоро папа придет пойдем готовить сейчас папа придет и так далее а ребеночек например не поворачивается и иногда даже бывает такое родители говорят о том что у нас было сомнение что ребенок нас не слышит и всегда огорчало то что ребенок ну вот так не радуется ну ведь папа пришел или мама пришла да ну вот такие красные флажки и потом еще мы в детском саду проводим бесплатную комплексную диагностику когда собираются несколько специалистов и каждый со своей стороны смотрит этого ребеночка особенно вот дети у которых например зпр и аутоподобное поведение что первичное что вторичное да сложно дифференцировать и поэтому у нас такой консилиум это задержка психического развития задержка психического развития например или например сенсомоторная аллолит что такое ребенок не говорит сенсомоторная он и не говорит и не понимает речь что это как ручеек да и поэтому вот у нас команда специалистов и мы уже каждый со своей стороны наблюдаем этого ребеночка обследуем его и уже даем более точные заключения и кроме того вот вы знаете еще один момент нужно вовремя простроить маршрут родитель алгоритм да с чего начать карта вот эта маршрутная куда идти я как раз хотела спросить вот что вот увидел увидел мама или папа мама чаще всего да увидел что что-то не так куда и к какому врачу что за ним вот эта вот карта четкая должна быть наверное она есть видимо да да она есть и обычно это начинается все-таки с врачей с педиатра в первую очередь с педиатра ну кому родитель пойдет например до года вот увидел первые шашки кому к педиатру я думаю тут вот яна Олеговна меня подхватит да с точки зрения медицины к педиатру педиатр направляет к неврологу а там уже все зависит от компетентности от компетентности врача увидел он эти признаки не увидел он эти признаки и поэтому вот у нас еще тоже один такой острый вопрос это обученность педиатру в первую очередь обученность неврологов тем диагностикам тем знанием о расстройствах аутистического спектра вы знаете мы очень очень много с Яной Олеговной беседовали и Яна Олеговна мне как врач открыла по-другому научила меня смотреть на это расстройство она говорит Ирина Александровна помните наш разговор представьте себе вот педиатр пришла мама с ребенком а ребенок ну например кричит и на полу крутится это что это нарушение поведения или у него животик болит о котором об этой боли он сказать не может вот я все-таки думаю что врачи они должны владеть и уметь распознавать я думаю тут Яна Олеговна еще добавит к этому вопросу вот а мы со своей стороны действительно проводим эту диагностику действительно более точно выявляем и что отрадно к нам стали приходить детишки на обследование уже около двух два с половиной два и три то есть все более и более раннего возраста то есть это о чем говорят что родители родители осознанно и они уже знают куда идти и они обращаются и мы уже тогда выстраиваем маршрут это в первую очередь проводят специалисты детского сада которые непосредственно работают с детьми и присутствуем мы ну например присутствует Вероника Викторовна это психолог который работает в институте присутствую я присутствует Елена Анатольевна Горобед да совершенно верно и вот таким консилиумом мы наблюдаем мы больше беседуем с родителями выявляем ранее развитие ребенка в это время специалисты проводят диагностику с ребенком то есть вот такая всесторонняя со всех сторон мы работаем с семьей и родители как правило приходят они очень тревожные а что нам делать дальше и вот здесь мы уже простраиваем маршрут вы должны не должны мы предлагаем вам пойти к психиатру да рекомендуем психиатра причем у нас в детском саду тоже психиатр есть и педиатр есть профессор рекомендуем посетить врачей и дальше уже говорим о том что вам нужно обратиться психолого-медико-педагогическую комиссию позвонить узнать какие документы нужно собрать да и уже записаться на прием и получить заключение потому что в детские сады мы можем применять только на основании результатов и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии у нас уже столько раз прозвучало слово сочетание детский сад и что наверное нужно сказать о каком детском саду детском саде идет речь вы же говорите о том детском саде который открыт при КФУ для детей с расстройством психического спектра и если я правильно понимаю он единственный в Казани в республике в России как он же уникальный совершенно это уникальный проект вот опять мы сначала этого проекта с Яной Олеговной начинали во многом я консультировалась и консультировалась с Анной Владимировной Устиновская это тоже мама особенного ребенка психолог по многим вопросам это уникальная модель и я могу сказать что эта модель она на данный момент практически единственная в России да, поскольку у нас есть группы для детей с расстройством аутистического спектра от трех до восьми лет я могу сказать потому что некоторые дети повторно остаются на один год и уходят в восемь лет и плюс у нас есть еще центр сопровождения семьи мы обследуем минимум семьдесят семей не посещающих детский сад и это на бесплатной основе и плюс еще проводятся коррекционные работы тоже некоторые занятия на бесплатной основе то есть вот эту вот базу от чего родителям можно оттолкнуться и дальше пойти мы ее даем дети посещать детский сад совершенно бесплатно то есть мы очень благодарны республике Татарстан нашему Раису в том что выделены деньги на обеспечение этого детского сада и все это бесплатно ну и плюс у нас еще большая часть детей имеет инвалидность поэтому помощь мы оказываем бесплатно я хотела уточнить еще раз возможно я пропустила этот оттат мимо ушей но я как будто не услышала все-таки почему важно обнаружить эти нарушения как можно в более раннем периоде потом что-то меняется так что уже ничего не изменишь или что или сложнее просто коррекцию какую-то проводить ну я отвечу наверное проще вот скажите вот вы привыкли писать правой рукой так и пишите уже ну сколько ну пять лет и вдруг я вам говорю это неправильно давайте перейдем на левую руку когда вам будет проще переучиться когда вы учились писать месяц когда я только начала учиться вот и чем раньше мы выявим и тем чем раньше мы начнем с этими преодолевать эти нарушения да наверное слово преодолевать даже неправильно работать работать да корректировать да совершенно верно тем это будет проще понятно и потом мы же еще очень большую работу проводим с родителями то есть мы родители параллельно обучаем тому как работать правильно в домашних условиях с детьми и для этого у нас вот есть проект семейная академия например вот я к слову про семейную академию хотела обратить внимание что я нашла в интернете в совершенно независимом как бы сайте источники где написано было о том что в институте психологии образования Казанского университета реализуется научно-исследовательский проект комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в КФУ процесс сопровождения детей есть раз включен не только педагогу педагогу психологический аспект но и медицинский и даже более того нейрофизиологический у вас даже есть сотрудничество с учеными из других стран да вот насколько я знаю Италия и Америка или это уже не актуально с проектом семейной академии во-первых выиграли президентский грант и мы разработали онлайн курс для родителей особенно для это актуально для родителей из отдаленных мест и поэтому вот этот вот онлайн курс он очень актуален чтобы родители могли пройти онлайн обучение там где они живут и научиться тем методом эффективным работы в домашних условиях чтобы помочь своему ребенку ну и плюс еще мы проводим очное обучение родителей когда есть возможность не только дать лекции практические занятия но и сделать видео то есть родители записывают видео как они это принимают в домашних применяют в домашних условиях показывают на практических занятиях совместно с педагогом обсуждают это и уже видят свои ошибки то есть это очень эффективно не надо никуда ездить записал отправил ошибки работу над ошибками сделал как хотя бы этот аспект жизни немножко облегчает да у нас очень активные родители у вас другая группа родителей да такие же такие же родители с такими же своими сложностями с такими же своими радостями мы сейчас вот организовали родительский клуб пригласили активных родителей вот кто сам вызвался кто хочет пришли сто процентов и мы обсуждали такую тему мы предложили им принять участие в написании социальных проектов то есть в подаче заявки на социальные гранты объяснив это тем что мы хотим раскрывать такие работать над такими темами которые актуальны семье и вот сейчас мы как раз будем совместный социальный проект создавать пока не раскрою секреты пригласите потом скажу хорошо договорились вот и сейчас у нас вот такая вот совместная работа организуется и плюс еще вот сейчас закончу и она и олегам не слово передам она лучше об этом расскажет ведь психолого-педагогической работы недостаточно работа с ребенком и с родителем недостаточно еще ведь важно чтобы была комплексность была комплексность и поэтому мы очень тесно сотрудничаем и со специалистами института филологии межкультурной коммуникации со специалистами института фундаментальной медицины поэтому медицины и биологии да и вот с Яной Олеговной мы очень тесные с Еленой Анатольевной Горобец и с Римом Дульбаровной тоже это наша совместная команда мы очень дружим мы поддерживаем отношения вот сейчас даже будем заявку опять подавать на российский научный фонд да чтобы это было такое тоже на грант да вот и я думаю что о своих исследованиях Яна Олеговна обязательно расскажет ну поскольку мы все это планировали как комплексное именно медико-психолого-педагогическое сопровождение мы конечно хотели что в нашей команде работали медики я сразу скажу что я не клиницист но я медик по образованию конечно ну и поэтому собственно я вот постаралась позвать нашу команду тех людей которые заинтересованы да которые хотят работать врачи которые хотят работать с детьми с расстройством психического спектра готовы работать с ними и в том числе вот мы проводим медицинское обследование детей почему это важно потому что помимо вот этой симптоматики о которой мы говорили да психиатрического профиля есть еще большой набор порой соматических проблем то есть те заболевания на которые не всегда обращают внимание почему потому что к сожалению такие дети они особенно в ранний период до развития дошкольной особенно они не могут сказать о том что их беспокоит в плане вот своего самочувствия где у них и что болит они могут локализовать боль они не могут описать это чувство боли и поэтому зачастую вот такие болевые симптомы или какое-то такое вот недомогание оно сопровождается различными проявлениями негативными нежелательным поведением так называемым и зачастую это в большей степени конечно раньше было раньше так было но сейчас я думаю все таки за счет увеличения осведомленности уже врачи в большей степени понимают что на эти аспекты нужно обращать внимание то что крики ребенка его то что он бьет голову об стену и так далее он не может по-другому сказать что ему больно что он чувствует значимый дискомфорт вот и поэтому не надо всегда приписывать такую симптоматику именно к специфике заболевания да не говорите то что это естественные симптомы аутизма да нужно копать более глубоко и подумать о том почему ребенок так делает вот и поэтому я повторюсь что симптоматическая да соматическое здоровье оно имеет большое значение уже в научных исследованиях было показано что если имеются какие-то проблемы соматического плана то тяжесть проявления именно расстройства аутистического спектра оно в большей степени выражено это влияет на когнитивные нарушения то есть усугубляет когнитивные нарушения ребенок умственно нет медленнее развивается понятно если я правильно поняла мы сейчас у меня как бы были конечно наполеоновские видимо я сейчас понимаю планы вместить в одну передачу тут очень долго можно лекции читать десяток того как как обстоят сейчас дела с расстройством аутистического спектра что делает университет а я так понимаю понимаешь что наш университет делает просто глобальную работу именно по психопедагогикой медицинскому обеспечению этой проблемы но тем не менее мы коснулись только вот только самое начало создание вот этой карты как это работает что есть программа для родителей есть родительский клуб и то есть в принципе родителям которые возможно у которых возможно есть какие-то подозрения опасения послушав эту передачу поймут что вообще-то у нас есть прекрасный детский сад у нас прекрасные специалисты это знаете как в детстве мы говорили зуб дают настолько прекрасные специалисты в этой группе работают что это обнадеживает что коррекция возможна правильно я говорю коррекция возможна в зависимости наверное от каждого индивидуального случая коррекция тоже видимо индивидуальная но я предлагаю остановиться вот на том что мы говорим что вот есть группа есть детский сад а все остальное о том как эти детки будут учиться в школе какие там перспективы что можно скорректировать как строится как строится взаимоотношение с одноклассниками потому что если возможно ли социализация улучшение потому что речь идет отдельная программа инклюзивная в принципе у нас да образование в главу угла ставить мы поговорим обязательно в следующий раз и самое главное я хотела сказать о том что ну вот это прям мое убеждение вообще-то все дети особенные вот рассмотреть особенность своего особенного ребенка это конечно задача родителя а задача общества быть открытым к детям любить их любить себя любить окружающих любить своих детей любых какие они есть вот такие тогда они будут все прекрасны они так прекрасны будут еще прекраснее еще у нас одна новиночка в рамках работы научно-исследовательской лаборатории работы института психологии образования мы разработали во первых курс повышения квалификации по прикладному анализу поведения поскольку мы считаем что каждый педагог должен владеть этими методами и разработали единственные в республике татарстан курс профессиональной переподготовки также по прикладному анализу поведения и работают у нас с преподавателями это сертифицированные специалисты и плюс еще хотела тоже сказать о том что у нас приехала Алина Руслановна Ягафарова из Америки она там обучилась на магистратуре тоже прикладному анализу поведения у нее есть международный сертификат и она также включается в эту работу вот мы начинаем с ними с ней тоже совместный проект поэтому вот нашими новшествами тоже хотелось поделиться почему потому что есть еще один вопрос это ведь обученный специалист конечно я как раз и хотела свою ремарку вставить по этому поводу Яна Олеговна сказала что все-таки есть рост детей с признаками аутоподобного поведения что может свидетельствовать о нарушениях в психическом развитии ребенка и соответственно для того чтобы это нивелировать нужно большее количество специалистов которые могут это видеть которые могут с этим работать которые будут специалистами в этой области и тут прямо получается штука флоу впереди планеты всей у нас теперь есть такие повышающие курсы повышение квалификации плюс переподготовка а если я правильно понимаю переподготовка дает право заниматься этим видом деятельности даже если не было ничего ну допустим просто педагог был и все совершенно верно совершенно верно и причем чем наши еще курсы профессиональной переподготовки отличаются у нас будет очень много практики это вообще прекрасно потому что это слабое место любого учеба к сожалению педагоги будут выполнять задания и специалисты и преподаватели будут курировать да этот процесс чтобы как можно было меньше ошибок а то есть поняла будут курировать обучающихся и на практике тоже все я поняла но вот это прям волшебная информация я думаю что с учетом того что у нас достаточно много педагогов выпущено уже да в республике продолжает выпускаться вот это направление оно достаточно может быть узко но оно интересное оно творческое интересное оно невероятно полезное наверное можно я тоже одну ремарочку скажу что оно невероятно полезно и для работы с обычными нормотипичными детьми даже если педагог своей жизни встретит всего лишь одного двух детей с расстройством мистического спектра вот эти знания которые Ирина Санна будет давать на своих курсах они ему и помогут в том числе с работой с нормотипичными детьми спасибо вам огромное за интересную беседу я вообще меня сейчас наполнена гордостью за то что у нас такие мощные специалисты есть рада что есть база куда если что можно бежать обращаться и не пугаться самое главное самое главное не пугаться спасибо нашим гостям вот такая у нас была замечательная тема очень нужная очень важная очень полезная и такая тонкая я бы сказала да потому что все касается детей для меня лично очень тонко я думаю для моих гостей тоже спасибо огромное всем пока спасибо всем до свидания спасибо